Не так давно наш телеканал рассказывал о ситуации, в которой оказались жильцы дома номер 7 по улице Ржевской. В одночасье они остались без горячей воды, затопленным подвалом. С коммунальной бедой горожане, по сути, вынуждены бороться самостоятельно. Прежняя управляющая компания обанкротилась, а новая не появилась. Часть проблем удалось решить после вмешательства нашего телеканала. Однако не все. Подробности в нашем сюжете. Вот уже две недели жильцы дома номер 7 по улице Ржевская, что в Пролетарском районе Твери, пытаются разобраться со своими коммунальными проблемами. Все началось в середине августа, когда на коммунальных сетях возле их трехэтажки произошло повреждение. На место прибыли аварийные службы, которые раскопали участок возле одного из подъездов. Раскапывали городские службы. Я так не понял, водоканал или теплоканал раскапывали. Они заменили здесь кусок трубы тепловой, задвижки заменили, которые, наверное, еще с 30-х годов стоят у нас, не именины. И сказали, что эта работа заканчивается ровно на том, что они сделали. Остальное это не наше. Одновременно с этим практически полностью оказался затоплен подвал трехэтажки. Как следствие, сырости влажные стены в подъездах и то же самое в квартирах жильцов. В попытках разобраться в ситуации наш телеканал направил официальный запрос в компанию «Тверская генерация». Там нам пояснили, что на своих трубах ресурсоснабжающая организация утечку устранила. Однако внутридомовые сети должны обслуживаться управляющей компанией. Которой, как оказалось, у жильцов дома номер 7 на Ржевской нет. Старая обслуживающая организация обанкротилась, а новую горожане не выбрали. Тем не менее, после вмешательства нашего телеканала, горячая вода в квартиры местных жителей вернулась. Однако о масштабном разрытии во дворе все как будто бы забыли. Генерация приехала, раскопала, устранила свою утечку и бросила на произвол судьбы. С разъяснениями относительно разрытия во дворе дома номер 7 по Ржевской мы вновь обратились в Тверскую генерацию. Как заявили в тепловой компании, приведение территории в порядок будет завершено до середины сентября. В настоящее время сотрудники Тверской генерации работают в условиях напряженного графика. В первую очередь благоустройство проходит по центральным улицам города, везде школ, детских садов и других социальных учреждений. Что касается благоустройства по улице Ржевской, то по графику это не ранее двух недель. Готовы ли ждать местные жители еще полмесяца? Вопрос, как говорится, открытый. Однако, кажется, выбора у них нет. Тем не менее, все, что требуется с их стороны, они предпринимают. Так, на прошлой неделе ими было проведено общедомовое собрание, на котором обсуждался вопрос выбора новой управляющей компании. И, по словам жителей, принципиальное решение было достигнуто. Более 70% была явка, решение было единогласным. Ну, теперь вот нужно идти в управляющую компанию, и как они уже будут делать? Возьмут они нас или не возьмут? Поможет ли ускорить решение коммунальных проблем местных жителей выбор новой УК, покажет время. Мы продолжим следить за ситуацией вокруг многострадального дома на Ржевской. Редактор субтитров А.Семкин